Более двухсот молодых красоярцев приняли участие в необычном концерте, посвященном Дню Великой Победы. С помощью музыки, танцев и живых декораций ребята попытались воссоздать историю военных лет. Впечатлениями от концерта поделится Михаил Драников. Смотри в молодежный форум. День Победы – наш всеобщий, всенародный праздник, который объединяет разные поколения от мала до велика. В этом году молодежь Красноярского края творчески подошла к поздравлению ветеранов. По традиции, в начале митинга прозвучала речь губернатора края с благодарностью ветеранам и напутственными словами молодежи. В отличие от военного времени, у нас есть все. Мирное небо, открытые границы, современные технологии. Нам нужно поверить своей силой в свою страну. Благодаря этой вере победили наши деды и прадеды. И, конечно, мы должны ценить то время, которое у нас есть, чтобы научиться у поколения победителей удивительной жизненной мудрости, стойкости, любви к Родине. Молодое поколение поздравляло ветеранов с помощью танцев и музыки, театрализованной постановкой под названием «Вечная память и достойная победа». Ожившие картины предвоенной поры напомнили зрителям о трагических событиях 40-х военных лет. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В подготовке такого серьезного и ответственного мероприятия были задействованы более 200 человек. Представители патриотических объединений, студенческих отрядов края, молодежных общественных движений, студенты вузов. У нас на все про все был только месяц. За месяц мы должны были подготовить все организационные вопросы, решить, собрать коллективы, сделать с ними постановку, отрепетировать, представить это все в должном виде. С этим, конечно, было сложно, потому что сроки очень короткие. За месяц работы, который у нас был, я думаю, что у нас получилась очень хорошая, качественная, театрализованная постановка. Вся постановка состояла из пяти блоков. Перед войной, начало войны, война, тыл и победа. Молодежь представила не только фронтовые будни, но и трудовой подвиг тружеников тыла. Заключительный победный блок, как и полагается, был самым музыкальным, танцевальным и веселым. Участвовала в нем не только молодежь, но и дети. Завершился концерт запуском в небо воздушных шаров и исполнением бессмертного гимна праздника Победы. Этот день победы...